Открытие виртуального концертного зала в библиотеке быть может еще года три назад для всех для нас вызывало бы по меньшей мере улыбку. Сегодня это тоже вызывает улыбку, но уже радости. Ведь виртуальный концертный зал это мощный инструмент для популяризации библиотек среди молодых людей и их приобщения к культурному наследию. Буквально четыре города в Татарстане удостоились этой чести. Это грант, которому еще надо было поучаствовать, который надо было выиграть. Это очень классное, крутое событие, тем более в преддверии года цифровизации. Благодаря национальному проекту «Культура» и победе в конкурсе «Цифровая система» библиотека получила средства на открытие виртуального концертного зала. Несмотря на то, что он находится в детской библиотеке, возрастного ограничения для посещения нет. Интересно будет как и детям, так и взрослым, говорят сотрудники библиотеки. Все могут посетить. У нас обширная программа, которая будет запланирована на следующий год. Это и какие-то спектакли, какие-то сказки для детей, постарше, для взрослых. Могут прийти, например, родители со своими детьми, и они приобщаться к миру музыки. Уже сейчас известны мероприятия, которые будут проводиться в виртуальном концертном зале. 2022 год начнется с щелкунчика Чайковского в исполнении российского национального симфонического оркестра. Семен Егоров, Ильнур Залятов, Новости Юго-Востока.